Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на моём канале факультатив Андрея Корчагина Official Channel, сокращённо FAC OFF. Сегодня 8 или 9 уже ноября 2023 года, и я хочу сегодня снова поделиться с вами свежими и не очень свежими новостями, а также оставить некоторые комментарии к этим новостям. Поскольку выпуски мои всё время не очень оптимистические, а скорее даже, можно сказать, мрачноватые, потому что я стараюсь говорить в основном правду и информацию подавать с объективного ракурса, и получается не очень радужно, а иногда даже совсем не радужно. Поэтому я решил некоторые свои выпуски разбавлять более оптимистическими сюжетами, а именно показывать некоторые фрагменты из жизни моей собачки. Я буду включать их по ходу передачи на несколько секунд. Это будут видео, и вы, если кому интересно, можете понаблюдать за некоторыми моментами из жизни этого самого пса. Как я уже делаю на протяжении некоторых своих последних выпусков, я вначале поделюсь с вами некоторыми своими наблюдениями и размышлениями. Ну вот, конечно же, я думаю, не меня одного очень беспокоит и озадачивает вопрос. А почему это вот этот вот начальник ООН, Гутерреш, бывший начальник социалистической партии Португалии, вот почему он больше всех ратует за то, чтобы в секторе Газа прекратились боевые действия, которые там осуществляет израильская армия с целью ликвидировать террористов, которые 7 ноября месяц назад совершили ужасающий террористический акт на территории Израиля. Ну, еще к нему присоединился этот начальник Всемирной организации здравоохранения. И вот эти два кадра, значит, орут со всех углов, а у них площадки большие, их приглашают на любые средства массовой информации, их речи, где бы они не были сказаны, обязательно цитируют. И вот именно эти два кадра, ну, самый главный Гутерреш, больше всех орут, что надо остановить. Иначе, значит, там в секторе Газа происходит ужасное, типа Израиль все разрушает. И вот такие соображения приходят в голову после того, как начинаешь размышлять, а чего это он так беспокоится? Ну, неужели он такой гуманист? Маловероятно. На лицо его достаточно взглянуть и посмотреть его бэкграунд, как он там в этой социалистической партии рулил. Еще ни один представитель социалистических партий, а тем более коммунистических, не был нормальным человеком и нормальным гуманистом. В первую очередь у всех этих людей в приоритетах всегда собственный карман, собственная выгода, собственное благополучие и удовлетворение собственных амбиций. Очень сомневаюсь, что данный тип чем-то отличается от всех типичных социалистов. Значит, мне пришли такие мысли по этому поводу. По всей вероятности, он очень обеспокоен тем, что Израиль сейчас разрушает самую лучшую структуру. Эта структура называется ХАМАС, террористическая организация. И все, что ей сопутствует в секторе газа. А самая лучшая эта структура является для таких начальничков из ООН. И является она самой лучшей для отмывания денег. Такая, собственно говоря, прачечная, созданная на территории, где ничего невозможно проконтролировать, но куда можно вбухивать огромные деньги, якобы из гуманитарных соображений. Деньги эти получают всем известный, для кого не секрет, как раз эти начальнички из ХАМАСа. И дальше вступают в действие примитивные системы договорников и откатов. Что позволяет, значит, с одной стороны, этим ХАМАСовским террористам на эти деньги спокойно закупать вооружение для осуществления террористических актов против израильтян. А с другой стороны, для того, чтобы эти деньги поступали еще, откаты выдавать тем, кто обеспечивает поступление этих денег. А поступление этих денег обеспечивает как раз вот это самое ООН. Школы там какие-то строят, базы у них там продовольственные, как недавно выяснилось, к которым они почему-то доступ не дают простым мирным жителям. И простые мирные жители в секторе газа вынуждены раздербанивать, нападать на эти базы и силой оттуда забирать продукты, чтобы не умереть с голоду. То есть, складывается такое впечатление, и вот мне в комментариях как раз очень удачно, я здесь обращусь снова к этой теме цитирования, удачных, на мой взгляд, комментариев, как раз написал один из зрителей, когда я рассказывал о разграблении этой самой продуктовой базы, с которой почему-то не выдавали просто так продовольствие этим голодающим как бы жителям газа. Так вот, в комментарии мне написали таким образом, что, возможно, ООН хранит продовольствие на этих базах в секторе газа для поддержания боевиков, иначе вопрос, почему ООН не раздает это продовольствие голодающему населению. На мой взгляд, очень удачный комментарий, и четко выражает как раз ту самую мысль, заложенную в моем предположении, что ООН, ну не все, конечно, ООН, а вот эта верхушка ООН во главе с этим социалистом, занимается через этот сектор газа просто отмыванием денег, которые собирают с налогоплательщиков всех стран мира, всех нормальных стран мира, естественно. И вот еще один очень, мне кажется, удачный комментарий на эту же тему в комментариях к моему предыдущему видео я нашел. Значит, комментарий следующий. Страна Палестина, знак вопроса, не является членом ООН. Действительно, нет такой страны вообще, и поэтому она не может быть членом ООН. А вот Украина и Израиль являются членами ООН. Так почему же эта ООН не помогает ни Украине, ни Израилю, зато помогает не члену ООН? Очень резонный вопрос, потому что как раз страны, которые входят в состав ООН, они должны в первую очередь рассчитывать на помощь от этой организации. Для этого они становятся членами, для этого они платят взносы на содержание этой организации. И вправе рассчитывать на помощь. Но что-то вот не очень видно о какой-то действенной помощи со стороны ООН. Красный Крест там в начале войны что-то трепыхался, потом совсем заглох, потому что поняли все, что этот Красный Крест, он не доставкой помощи для Украины занимается, а больше путинским подонкам помогает. А ООН, я что-то не слышал, чтобы помощь какую-то отправляла в Украину. Может собирают, конечно, там так, для представления, для имиджа своего, и что-то отправляет туда. Может быть. Но опять-таки информация из Украины такая приходит, что там 30% официально только все разворовывается. И в первую очередь, я думаю, разворовывается как раз ООН. Вская помощь самими же этими ООНовцами. Вот такая невеселая история. Новости с Финляндии. В Финляндии конфисковали имущество академика Российской Академии Наук Бориса Алешина. Ну, он такой академик весьма условный. Примерно такой же, как профессор Горного университета Петербурга, ректор этого же университета Вова Литвиненко. Они все давным-давно стали бизнесменами от науки. А наукой особо никто из них никогда не занимался на самом деле. А этот вот Алешин, он конкретно, значит, связан с военной промышленностью. Бизнесок у него там. Ну, так же, как, кстати, этот ректор Литвиненко, тоже его, в конце концов, внесли после долгих и упорных усилий, в том числе и моих, в санкционные списки в Соединенных Штатах. Ну, вот этого академика Алешина его тоже внесли. Вот теперь у него судебные приставы конфисковали объекты недвижимости в Финляндии. И у меня в связи с этим вопрос один возникает. Значит, все-таки есть какая-то законодательная база в нормальных демократических странах, которая позволяет не только арестовывать имущество, то есть активы любые, но и конфисковывать. Так почему же Соединенные Штаты не могут этого делать до сих пор, Великобритания не может, другие страны Евросоюза, Финляндия, кстати, в Евросоюзе, не могут этого делать. Почему не могут до сих пор конфисковать те самые 300 миллиардов долларов, которые принадлежат, собственно, государству Российской Федерации, плюс к этому еще примерно столько же, если собрать активы всех путинских олигархов. И на эти деньги закупить вооружение для Украины прямо сейчас. И прямо сейчас это вооружение туда отправить. Вот такой вот вопрос. У меня, правда, есть некий такой проект ответа, я бы сказал. Может быть, потому что Финляндия самая низкокоррумпированная, одна из самых низкокоррумпированных, будем так говорить, в рейтинге коррупции всех западных стран. Может быть, поэтому там не делают оглядку ни на какие предложения от этих олигархов, от путинских чиновников, которые, видимо, в изобилии поступают в другие западные страны, где с коррупцией все гораздо хуже обстоит, чем в Финляндии. И поэтому за какие-то подачки, опять-таки, за те же самые ворованные деньги, откладывается очень упорно и непонятно на какой срок решение вопроса о конфискации путинских активов, я имею в виду активов его государства и активов уже частных лиц его карманных олигархов, которые арестованы, но до сих пор не конфискованы. Вот Финляндия нашла почему-то юридические способы и возможности это сделать. Ну вот, пожалуйста, вы в ваших комментариях оставляйте тоже ваши варианты ответа. Это мой вариант, потому что в Финляндии все-таки уровень коррупции гораздо меньше почему-то, чем в других европейских странах. Может быть, кстати, потому что страна не очень большая по населению, до 10 миллионов. Так же, как и Израиль, кстати, где тоже мы ничего никогда не слышали о коррупции, особенно вот в рамках тех средств, которые в виде помощи Израилю поступают от Америки, между прочим, постоянно. Новости с Португалии. Оттуда редко, кстати, приходят новости. Ну вот, опять-таки, в тему только что мы говорили об одном члене португальской социалистической партии, которого зовут Гутерриши, который возглавляет ООН. А вот премьер-министр Португалии Антонио тоже, и Гутерриша, по-моему, тоже Антонио зовут. Кошта только этот называется. Подал в отставку после того, как был заподозрен в коррупции. И вот интересно, какое совпадение, когда мы читаем дальше эту информацию, не буду здесь подробности, значит, рассказывать. Но смысл в том, что, значит, связано уголовное дело, в котором его заподозрили в коррупции, с этой самой зеленой энергетикой. Это тоже вся вот эта хрень, связанная с борьбой с климатом. Ну, не это самое интересное. Самое интересное, что он тоже член социалистической партии Португалии. И теперь, значит, эта партия, поскольку лидирующая, я так понимаю, в этой стране, в Португалии, она теперь должна нового премьер-министра из своей же социалистической партии назначить. Вот такая вот история с этими социалистами. Один, значит, в ООН засел, и там недосягаем, потому что, если здесь в стране, то действуют законы страны, и в стране есть средства контроля за вот этими действиями должностных лиц. И в рамках этого контроля его и прихватили за руку где-то с этой коррупцией. А в ООН, куда пробрался Гутерриш, там, я так понимаю, вообще никаких механизмов контроля, за тем, что творится там с огромными финансами, которые крутятся в этой шарашке, вообще нет. Поэтому все вот эти социалисты, которые там позанимали самые ключевые места, они могут творить всё, что хотят, как это обычно у всех социалистов принято. Представители вот этого Хамаса заявили, что среди заложников нашли двух гражданок России. Они там больше двухсот заложников удерживают до сих пор. Но сказали, что отдадут их только после прекращения огня. Ну, я думаю, что Путину пофиг на этих заложниц, как и всегда было этим чекистом, социалистом, коммунистом, КГБистом, коим он является, было пофиг на граждан своей страны. Поэтому зачем об этом Хамас заявил? Ну, так, чтобы показать, что типа у них отношение ко всем заложникам одинаковое. Зверское, террористическое. В Твиттере появился пост начальника офиса президента Украины Зеленского, которого зовут Ермак. Там фотография, он, как обычно, так же, как и его начальник Зеленский. А может быть, наоборот, он начальник Зеленского. Но это не важно. Но вот такой же Маудзедуновке обнимается со своим, как выяснилось, другом Александром Соросом. Там твит сделан на украинском языке. С моим хорошим другом. Американским бизнесменом и филантропом, как написал Ермак. Вот с этим Александром Соросом. А вот они, оказывается, с кем, друзья? Вот откуда этот шквал этой соросятины, заполонивший, к сожалению, всю Украину. Ну, Ермак там пишет, что они обговорили. Значит, обновление инфраструктуры и инвестиций в украинскую экономику. Надо же, как интересно. И когда же мы увидим инвестиции от Сороса в украинскую экономику? И почему до сих пор не видим никаких вливаний от этого самого Сороса в вооруженные силы Украины? А видим только, ну, не видим, а по косвенным признакам догадываемся об огромных вливаниях во всю эту блогосферу, в средства массовой информации Украины, в дружбу вот с этим Ермаком. И дальше, как следствие этих вливаний, вот это бесконечное поливание грязью Трампа, республиканцев. Об этом мы чуть попозже еще скажем. И полная дезинформация собственного населения, вранье откровенное. Ну, и все то, что сопровождает, собственно говоря, пропагандистскую политику того же Путина. К огромному сожалению. Вот теперь выясняется, что Ермак оказывается левший друган этого самого Сороса. Молодого только, вот не того старенького уже, а у него сынок, которому он все дела передал недавно. И вот, оказывается, они с Ермаком друзья. В общем-то, ничего удивительного в этом нет. Но есть очень много печального для украинского народа. Печальнейшая новость из Соединенных Штатов. Ну, я вам радостного ничего и не обещал. Потому что его как-то нету, даже на горизонте. Так вот, я рассказывал в одном из предыдущих выпусков о том, что в Конгрессе Соединенных Штатов приняли четкое решение разделить помощь Украине и помощь Израилю на два отдельных пакета. В противовес тому, что хотел Байден все в кучу запихнуть туда, чтобы проголосовали не глядя. А он потом отделил и дербанил. Так вот, конгрессмены, в которых большинство республиканцев проголосовали за пакет помощи Израилю. За отдельный пакет 14 с чем-то миллиардов долларов. Байден перед этим голосованием грозил и шантажировал, что он вето наложит, если будет отдельно проголосовано. Вот что случилось. Дальше. Байден не сам, но подставил своих же демократов, которые открыли личико и в Сенате уже, где большинство демократов, заблокировали законопроект о помощи Израилю. Ну, под предлогом того, что там не было сразу помощи Украине. Но это на самом деле не предлог, потому что Украине эта помощь оказывается уже больше, чем полтора года в огромных объемах. А Израилю первый раз она понадобилась, потому что был совершен такой ужасающий террористический акт. Ну, вот эти демократы, они продемонстрировали, кто они такие. И выглядят как в чистом виде пособничества палестинским террористам. Потому что в Палестину Байден и демократы с радостью его поддерживали, помощи давали. В том числе и за счет, отнимая ее украинской помощи. Если кто помнит, когда Байден только пришел в Белый дом, там было, по-моему, 300 с чем-то миллионов помощи было запланировано еще Трампом для Украины. Байден большую часть от нее отрезал и отдал Палестине. После чего там начались теракты. Это было еще в 2021 году. Не такие ужасные, как в этом году, но тоже были огромные обстрелы. Вот сейчас демократы показали, кто они такие есть. Я еще тогда называл эту ситуацию хуже байтанутой. То есть, ну, хотел посмотреть, что же Байден будет делать. Заблокирует, значит. Вета наложит, как обещал. Покажет, что он противник Израиля. Если не наложит, то, ну, сдулся, значит, дедушка. Шантаж его не прошел. Вот он решил руками своих однопартийцев это сделать. Они там всех голосуют, как по команде, как в строю. У них это социализм называется. А в нормальном понимании нормальных людей это вообще-то диктатура. Вот эта вот диктатура, устроенная байденовской командой в демократической партии. Она дает возможность всех заставлять голосовать по приказу. Что недопустимо для демократического настоящего общества. Но у них это можно. Вот они проголосовали все по байденовскому приказу против. И тем самым вот сейчас в этих тяжелейших условиях оставили Израиль без столь необходимой ему помощи. Но это я для того рассказал, чтобы было еще более понятно, что сейчас вот все раскрывают свои личики. Расчехляются, расконсервируются и становится понятно, кто на самом деле есть кто. И кто кому хочет помогать. Вот демократы открыто показали, что они не хотят помогать Израилю. А отказ помощи Израилю это в общем-то помощь палестинским террористам. Из сектора газа интересная информация. Колонна Красного Креста, того самого, который при ООН там подвязается, значит. Попала в газе под огонь. Но без серьезных последствий. Значит, этот Красный Крест сообщает, он сам сообщает, что его колонна с грузом медикаментов попала в городе Газа под огонь. Два грузовика были повреждены. Один из водителей легко ранен. Но в итоге груз все же был доставлен. Кому доставлен тоже не уточняется. Ну, скорее всего, боевикам вот этого Хамаса. Представитель, значит, этого Красного Креста сообщил журналистам, что колонна из пяти грузовиков и двух машин Красного Креста везла груз для медицинских учреждений города Газа. Ну, чтобы этих боевиков Хамас там лечить, по всей вероятности. И не уточняется также самая главная информация. А под чей огонь попала колонна? Этого Красный Крест не уточняет. Ну, сам собой напрашивается вопрос, конечно, почему же не уточнить-то? Все-таки можно определить, наверное, откуда стреляют, какими примерно видами вооружений. Потому что у Хамаса нет такого вооружения, как у израильтян. И, в общем-то, легко понять, кто стреляет. Но Красный Крест этого не уточняет. Ну, здесь сам собой напрашивается ответ. Что, скорее всего, опять-таки, под обстрел того же самого Хамаса и попал этот Красный Крест. Они же там стреляют без разбору. А вообще специально стреляют. Как они тогда специально, по всей вероятности, по своей же больнице стрельнули, но не попали. И сейчас тоже, видимо, специально обстреляли этот самый Красный Крест. Тоже нормально не попали. Но, тем не менее, появился повод закричать об этом из всех краснокрестовых утюгов. С намеком на то, что, видимо, это был огонь израильтян. Ну, а поскольку доказательств у них никаких нет, а вернее, вполне возможно, что есть доказательства как раз обратного, они как бы скромно умолчали о том, под чей попали огонь. Читаем информацию из стран Большой Семёрки. Собрались они, значит, на встречу. Ну, не главы стран, а там какие-то достойные высокие руководители. И вот они впервые отразили в общем документе единую позицию по конфликту между Израилем и радикальной палестинской группировкой Хамас в секторе Газа. Это я читаю из новостей на радио Свободы. Вот так там называют. Это конфликт, оказывается, между Израилем и радикальной палестинской группировкой Хамас. А не война Израиля, демократического государства, с террористической организацией Хамас. Как это на самом деле надо было называть. Ну, вот они в своём документе так это толерантненько назвали. Значит, эта встреча проходила, значит, 7-8 ноября в Токио. Государство G7 осудили атаку Хамаса на Израиль 7 октября. Осудили атаку. Это не атака была. Это был ужасный террористический акт. Террористический акт, ужасный, сопровождавшийся издевательствами, калечением, мучениями, пытками, убийством детей и стариков. Террористический акт. Но они назвали его атакой. Так это нормально. Как будто прямо, ну, атакуют и атакуют. Что там? Атака может быть разная. А террористический акт, он всегда один. И самое главное, что они, значит, после этого осуждения призвали к прекращению огня для обеспечения доставки гуманитарной помощи. И призвали стороны конфликта, как они называются. Стороны конфликта это оказывается. Это не жертва Израиль, который подвергся террористическому нападению. А в другая сторона это вот эта самая террористическая банда под названием Хамас. А это стороны конфликта. Их призвали к соблюдению международных норм. Каких международных норм придерживались террористы этого Хамаса, когда 7 ноября напали на мирных жителей Израиля. Вот хоть одну норму указали бы, каким они призывают сейчас придерживаться. Цитирую дальше. Необходимо сделать так, чтобы конфликт не распространился на более широкую территорию. Надо же. Страны пришли к единому мнению, что для обеспечения решения проблемы газа и длительного мира единственным путем является система двух государств. Так что же это ваша Палестина, любимая, до сих пор не создала свое государство? По-моему в 94 году, почти 30 лет назад, Израиль дал свое согласие на это. Но палец о палец не ударили эти палестинские террористы. Им не надо создавать свое государство. Им и так очень хорошо жить на иждивении, паразитировать на других людях, которые работают. Они за счет работы чужих других людей могут своим личным терроризмом заниматься. Самое главное, что в этом общем решении и призыву, значит, к нераспространению конфликта и прекращению огня, почему-то нет призыва освободить заложников, которых удерживают эти террористы Хамаса. Вот этого самого главного представители Большой Семерки почему-то в своем совместном заявлении не сказали. А если вдуматься, это семь ведущих стран мира. У них вся основная экономическая, промышленная, интеллектуальная и военная мощь этой планеты. И вместо того, чтобы своей мощью применить ее на то, чтобы уничтожить, ликвидировать этот очаг терроризма, помочь вместе с Израилем. Хотя бы выразить свою полную поддержку и одобрение разрешения Израилю делать все, что нужно для ликвидации. Они собираются, обсуждают, обмусоливают какой-то, называют террористов стороной конфликта и не принимают никаких действенных мер. И это страны, которые могут это сделать. У них есть для этого все возможности. Есть вооружение, есть технические средства, есть много-много всего, что позволило бы физически ликвидировать этот источник терроризма. Но нет одного самого главного. Политической и просто человеческой воли. Они сегодня ставят себя на одну сторону с этими террористами, которые удерживают заложников, которые почти полторы тысячи израильтян убили в результате своего террористического нападения. И вот эти страны, G7 так называемые, не делают ничего для того, чтобы уничтожить этот очаг терроризма. Израиля они туда даже не пригласили. А Израиль, между прочим, это страна. А вот Палестины такой страны нет. Но они пообсуждали, поговорили, создали совместные документы, это самое главное. Ну, как обычно, выразили там глубокую озабоченность. Забыли совсем про заложников. И, видимо, с чувством выполненного своего человеческого и гуманитарного долга, разъехались по теплым домам. Верховная Рада Украины продлила военное положение, всеобщую мобилизацию, еще на 90 дней. Вопрос один только у меня. А почему войну не объявили Россия, как Израиль объявил войну террористической организации Хамас? Почему не объявить нормально войну? Потому что идет война, скоро 20 месяцев будет уже. И что? В условиях войны торговать, наверное, неудобно будет с этой рази. Газ, нефть качать через свою территорию, деньги за это получать от страны, агрессора. Конечно, создаст некоторые неудобства. А так военное положение. Людей палкой загоняют в армию, которые воевать не хотят, а главное не могут. И все идет по плану торговли, бизнесок с той же самой Россией не прекращается. Очень удобное положение. Военное называется. Вот в очередной раз с очередной идиотской статьей засветился на своем медийном ресурсе Каспаров.ру Ленька Невзлин. И проталкивает он в этой своей новой статейке очень интересный нарратив. Статейка называется «С кем Запад на самом деле?». И вот он там пишет, значит, что читая многочисленных пропалестинских, читая о многочисленных пропалестинских митингах, об угрозах евреям и израильтянам, можно подумать, что большая часть западного мира поддерживает Хамас, а не Израиль. И дальше Леня, значит, опровергает, говорит, что это не так, что на самом деле все поддерживают именно Израиль, а никакой вовсе не палестинский Хамас. Вот, значит, новость из Британии совершенно мрачная, потому что 11 ноября – это день примирения, день поминовения, день памяти всех тех воинов и мирных людей, которые погибли в войнах в мировых, начиная с Первой мировой войны. И он каждый год отмечается этот день, как вот такой печальный праздник, во время которого вспоминают об этих погибших людях. Все вывешивают такие, значит, цветочки, изображения макового цветочка, поппи. И, ну, как бы этот такой очень символичный для Англии день, когда вот люди думают об этих трагических событиях, происходивших в мире и происходящих, в общем-то, сейчас, и больше стараются ни о чем не думать. Ну, вот на этот день, оказывается, на 11 ноября запланирован очередной пропалестинский марш, вернее, это не пропалестинский, на самом деле, а антиизраильский марш. И одновременно с этим на медийном ресурсе Невзлина выходит статья того же самого Невзлина, которая называется «С кем на самом деле Запад?». Но я сейчас не буду останавливаться, думаю, сделать на днях отдельную передачу для того, чтобы разобрать эту очередную идиотическую, совершенно античеловеческую статью, которую написал этот недалекий комсомольский олигарх. Из Южной Кореи новость. Там робот насмерть раздавил человека. Правда, случайно. В настройках что-то сбилось, и он принял за человека там за какой-то ящик, который он должен был упаковать, переместить, и он так прижал человека к конвейеру, что раздавил ему лицо и голову. Ну, это к вопросу о том, что грозит человечеству, когда искусственный интеллект начнёт хозяйничать на планете. И вот эти предупреждения, которые сегодня идут со всех сторон о том, что с этим самым искусственным интеллектом надо быть поаккуратнее, а робот – это тоже такой кусочек небольшой искусственного интеллекта. Вот этот случай, он как раз об этом и свидетельствует. Но это так, лирическое, можно сказать, отступление. Президент Украины Владимир Зеленский сделал очередное заявление. Я сейчас кратко зачитаю суть этого заявления, которое я нашёл на Радио Свободы. Оттуда прямо процитирую. Значит, он заявил, что у Киева есть план продолжения войны. План продолжения войны. При этом войну почему-то Зеленский, как президент Украины, до сих пор России не объявил. Войны против России написано, как это говорится в его заявлении. «Несмотря на трудности с ходом наступления на юге и отвлечения внимания лидеров стран Запада на конфликт на Ближнем Востоке». Вдумайтесь в эти слова. Какой конфликт на Ближнем Востоке? На Ближнем Востоке война. Террор против Израиля. И Израиль в ответ на этот террор объявил войну террористической организации. Но Зеленский, получается, вслед за этими ООНовскими и другими G7 деятелями называет эту ситуацию в Израиле конфликтом на Ближнем Востоке. И вот внимание, оказывается, отвлекли от Украины, от Украины вот эти события на Ближнем Востоке. Отвлекли внимание. Ну, ладно, читаем дальше. Зеленский выступал в режиме онлайн на конференции, организованной агентством Reuters. По словам президента Украины, он надеется, что еще до конца нынешнего года украинские военные смогут добиться успехов на фронте. При этом помощи сейчас Украине не поступает. Это уже мой комментарий. Отвлекаюсь от текста выступления Зеленского. Великобритания вообще не поставляла никакой помощи с тех пор, когда Зеленский жлобски нахамил бывшему министру обороны Великобритании Бену Уоллесу. Но, тем не менее, он надеется, что украинские военные смогут добиться успехов. Ну, хорошо. Читаем дальше. О конкретных целях он ничего не сказал. Однако отметил, что есть конкретные направления развития наступления. У нас есть цель, куда мы пойдем, в каком направлении будем вести наступление. Подчеркнул Зеленский. Ну, это как раз вот к теме о целях. Вместо того, чтобы ответить на открытое письмо, которое республиканцы отправили в адрес Байдена и того же самого Зеленского, где как раз один из вопросов и одним из условий продолжения предоставления помощи Украине задается вопрос. Вы цель определите четко, что вы хотите сейчас добиться на территории Украины. Каких целей хотите достичь. Ну, вот Зеленский, вместо того, чтобы отвечать на это письмо, что было бы логично, корректно, справедливо и по-интеллигентному, по-демократически, по-цивилизованному, он вместо этого, значит, опять говорит о каких-то конкретных целях, но сами цели ни в коем случае не называет, оставляя все тех же западных конгрессменов в недоумении. Зеленский также прокомментировал скептические настроения относительно перспектив Украины в некоторых кругах на Западе. И вот это самое интересное. По его словам, позиция ряда членов Республиканской партии США вызывает в Киеве обеспокоенность. Ну, здесь он вообще все попутал. Это у многих членов и не только Республиканской партии, но и у членов американского всего общества огромную обеспокоенность вызывает то, что происходит вообще на Банковой. И какие такие тараканы вводятся в головах чиновников, которых поназначал в большинстве случаев этот самый президент Зеленский. Вот это вызывает обеспокоенность. Но Зеленский говорит, что это у него вызывает обеспокоенность позиции ряда членов Республиканской партии США. То есть, опять то же самое. Наезд на республиканцев. Обвинение их в том, что они совершают какие-то действия, которые у него, у Зеленского, у великого Черчилля, Наполеона и еще, наверное, Александра Македонского в одном лице вызывают обеспокоенность. Наверное, даже глубокую, скорее всего. Также, по словам Зеленского, ряд западных лидеров считают, что у Украины мало шансов на победу, поскольку ее население меньше, чем у России. Ну, а что, не так? То есть, в общем-то, представители западных кругов, истеблишмент, они так действительно считают. Потому что это объективная реальность. Если Зеленский с этим не согласен, то, по всей вероятности, обеспокоенность его поведением должна быть уже вызвана у санитаров. Значит, президент Украины не согласился с этим аргументом, что население меньше, чем у России. Заявив, что украинские потери в войне гораздо ниже российских. Но при этом никто никогда в офисе президента или еще где-либо официально о потерях украинских военных не сказал. А он, значит, ссылается, что США и Великобритания оценивают российские потери примерно в полтора-два раза выше украинских. Ну, мало ли кто как оценивает. Но у вас же есть реальные объективные данные. Наверняка есть. Почему вы об этом не говорите? Ну, а вот независимых подтвержденных данных о потерях сторон нет. Это уже как бы ремарка радио Свободы. Президент Украины выступил на фоне ситуации на фронте, которую главнокомандующий Залужный недавно охарактеризовал как патовую. Ну, он ее назвал ситуацию позиционной войны, как, значит, во времена Первой мировой. Но сам Зеленский непрямо возразил генералу. Дословно сказал. Это не патовая ситуация. Но в то же время признав, что для успешного наступления Украине необходимо дополнительные средства ПВО, а также истребители Ф-16. Про которые тот же Залужный сказал, что, в общем-то, это уже не очень актуально. Потому что эти устаревшие модели Ф-16, которые собираются поставлять, они навряд ли обеспечат преимущество в воздухе. В общем, что самое главное, на мой взгляд, из этого заявления? Ничего по существу. Опять сплошная вода. Но самое главное, что ведерочка дерьма на республиканцев так из-под воль, но вылил. Вместо того, чтобы отвечать на их вопросы конкретные, которые были заданы в открытом письме и Байдену, и ему Зеленскому. Он должен был впереди Байдена бежать, отвечать на эти вопросы, просить республиканцев, чтобы они снова приняли закон о ленд-лизе и заставили Байдена его выполнять. Это первое. А второе, принять конкретные меры по борьбе с коррупцией. По крайней мере, публично призвать к ответственности тех, кто был пойман за руку. Начиная, значит, с этого его министра обороны Резникова и заканчивая всеми-всеми по инстанциям, которые взятки брали за поставку у электрогенераторов. Которые слуги народа депутаты на своих рабочих местах, кабинетах взятки брали. Ну и многих других. Тех, кто гуманитарную помощь разворовывает. И много еще чего иного. Поэтому, на мой взгляд, вот эта очередная речь, выступление совершенно бессмысленное, безумное. По сути, ничего в себе не несущее. Но направленное на то, чтобы выразить обеспокоенность позиции ряда членов республиканской партии. От членов республиканской партии сейчас зависит дальнейшая помощь Украине. И вместо того, чтобы обвинять их, непонятно в чем, а беспокойность какую-то выражать, надо вступить с ними в нормальный диалог. Они уже свой шаг навстречу сделали. Они задали вопросы. Зеленский обязан, просто должен на них ответить. Но вместо этого он выливает воду и очередной ушат грязи на этих самых республиканцев. Как бы делая их виноватыми в том, что Украина не получает, снова не продолжает получать эту самую помощь. Которая, к сожалению, к огромному и к несчастью для украинского народа разворовывается вот этими чиновниками Зеленского. Ну, а теперь, как и обещал, небольшой ролик с собачкой. И... Ап! Молодец! На этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Всем всего наилучшего. И до следующих встреч. Завтра планируется запись моей беседы с Гарри Юрием Табахом на предмет ядерного шантажа со стороны Путина. Если кому интересно, то, пожалуйста, ждите. Я думаю, что мы днем это запишем. Где-то к вечеру я уже смогу опубликовать. Всем всего наилучшего еще раз. Субтитры сделал DimaTorzok